Это мое очень особое удовольствие сегодня поприветствовать всех вас на занятие, которое я считаю самым важным в нашей последовательности. Я также хотел бы повторить, что я чувствую связь, когда мы вместе проходим через одну и ту же неделю за неделей. Это не просто одноразовая встреча, но мы будем встречаться шесть раз. Это создает какую-то связь. Я бы хотел сейчас рассказать о том, что мы говорили на предыдущих занятиях. Я думаю, сзади меня вы можете видеть прекрасную картину Бринда-деви, которая является одной из... То, кто делает охранником Бхакти, то та, которая, если она считает человека квалифицированным, тогда человек может двигаться дальше. Когда мы проводим свои занятия с жизнью Бхакти, я всегда хочу, чтобы Бринда-деви была позади меня, чтобы благодаря Ее милости все мы могли бы войти в более глубокие области Бхакти, которые остаются. И их нужно изучить, большинство из нас, немного более глубоко. С благословением Бринда-деви, давайте двигаться вперед, счастливо и с большой энергией. Кришна Пестая Бхутале Шимате Бхакти Веданта Сваминитти намине Намасте Зарасвате Деве Гауравани Пачарине Нирвешеша Суньявари Пасхатьяре сатарине Сри Кришна Четанья Прабху нитянанда Ши Адвейта Гарадхара Шива Садигар Бхактавринда Мои дорогие слушатели, как я сказал в начале нашего семинара, мы будем обсуждать те области, которых вы слышали в прошлом, скорее всего. Но мы надеемся дать вам новые знания, которые помогут вам обнаружить хотя бы один момент в вашей жизни, который поможет вам двигаться вперед с того уровня, на котором вы находитесь, чтобы найти великий экстаз, трансцендентное блаженство, который Кришна обещал всем своим преданным. И наш новый подход к этим темам это будет представление сокровенного пространства внутри нас. И очень возможно, когда мы делаем свое преданное служение внешним образом, и мы можем делать любую деятельность, которая предписана или рекомендована, но делать это механически, без... не предлагая своего служения из того единственного пространства, которое... где истинный духовный опыт происходит. Помните, в Индии есть маленькая удивительная конструкция, машина для арати, там есть молоточки и гонги, и молоточки бьют по гонгам. Они делают совершенный звук, который аккомпанирует арати. Но так как машина может только имитировать внешнюю деятельность и полностью в ней отсутствует сердце бхакти, тогда бхакти не получает никакого блага. И мы, как люди, должны войти в сердце бхакти. Мы не можем быть подобными машинам, тем, кто действует на внешнем уровне. Поэтому в Бхарама Самхите вы найдете вдохновляющий стих, который звучит так. Преданные видят Кришну в глубине своего сердца. Это указание на то, что они заходят внутрь, и там, внутри сердца, они встречаются с Ним. Тот, кто никогда не учился обращаться внутрь себя и практиковать сознание Кришны с сердцем полным преданности, он в конце концов будет спрашивать, а где же чувство глубокого удовлетворения и питания после стольких лет? И где же экстаз, который мне обещали через столько лет? И он или она уйдут из этого процесса или будут делать это из-за чувства долга? Бхакти, говорит Бхакти Винат-таку, может происходить только из одного места, это привязанность. И вы не можете делать Бхакти только за чувство долга или используя только физическое тело, не используя сердце. Вы должны перейти на платформу привязанности. Мы также можем научиться, как войти в это пространство нашего сердца. И я хочу повторить, перед тем, как начать преданное служение, не посередине. Конечно, лучше поздно, чем никогда, и не в конце. Перед тем, как вы делаете что-то, просто сделайте паузу, остановитесь на мгновение. И затем вспомните, я душа, я частичка Кришны, и есть Господь в моем сердце. И затем помолитесь с этого положения, мой дорогой Господь, пожалуйста, прими это служение. Немедленно, когда вы сделаете это, вы можете попасть на более глубокое или на более высокое положение, пространство Бхакти. Я знаю, это звучит очень просто. И это очень просто. Простые вещи всегда хороши в жизни. Но если вы делаете их, ух ты, они раскроют огромное могущество для вас. Поэтому я прошу вас, пожалуйста, для своего собственного блага, будьте добры к себе. Делайте это. Сегодня мы будем обсуждать, раскрывать другой процесс, другой путь, другую дорогу, которая приводит нас к этому месту Бхакти. Это Нам Киртан. Слово Киртан происходит из корня Кирт прославления, прославлять. У вас всегда во время Киртана должна быть идея. Сейчас я сижу, пою, танцую для того, чтобы прославить, прославить, да. А кого же прославляем-то? В Бхагаватам говорится, Киртан нужно делать для Кришны. В поле религии Индии люди могут понять, как хорошо действует Киртан Бхактов, чтобы пробудить эмоции, и они прославляют Ганешу, Шиву. Но, в конце концов, если вы изучите Писание, Киртан – это действие, которое происходит для Кришны. Это описано в 12-й песне Шрима Бхагаватам. Там говорится, мой дорогой Кришна, мой дорогой царь, нет, там говорится царь. Мой дорогой царь, хотя век Кали является просто океаном ошибок, все же есть одно хорошее качество у этого века – мобильный телефон. Не, не, просите, ошибся. Не мобильный телефон, это, скорее всего, машина для отвлечения. Я немного, немножко был сонный. Есть одно хорошее качество для этого века – пицца с оливковым маслом. Похоже, неправильно опять, ошибся. Давайте третью попытку совершим. И другой царь, хотя Кали-юга является океаном недостатков, есть все равно одно хорошее качество в этом веке. Просто воспевая Харе Кришна Махамантру, человек может освободиться от материального рабства и попасть в трансцендентное царство. Если вы научитесь воспевать святые имена правильно, вы получите действительный опыт пяти, пяти, не шести, не семи, а пяти удивительных вещей. Во-первых, святое имя блаженно и сделает вас исполненным блаженством. Второе, дает духовное благословение. Если вы воспеваете правильно, вы увидите, что ваша жизнь благословенна, означает, двери откроются, которые закрыты. В способности вам придут, которые вы никогда не думали по благословению. Святое имя – это резервуар всех духовных благословений. Затем имя Кришны полно в себе. Это полная практика, законченная. Если вы просто воспеваете и ничего не делаете больше в вашей жизни, вы закончите. Законченный человек. Вернее, не законченный, а гармоничный человек. Потому что это дает вам расу отношения с Кришной. Это нематериальное имя ни при каких условиях. И поэтому оно не менее могущественно, чем Кришна. Знаете, насколько могущественен Кришна? Он весь мир поддерживает в своих руках, придерживает. Другими словами, с помощью Его могущества все для Него возможно. У Кришны бесграничное количество шакти. Его качество знаний, Он знает все. У Него множество-множество энергий в Кришне. Но, может быть, для преданных одно качество Его, самое важное. Это в том, что Кришна может развязать ужасный узел в вашем сердце, который привязывает вас к материальной, к материи и карме внутри. Этот узел сделан из эго и кармических реакций. Но Кришна из-за Своего сострадания может разрубить Его. И вы можете стать свободным человеком и более не тем, который является узником ментальным. Таким образом, Писания, в этом случае Падма Пурана, говорят множество вещей. Я могу продолжать снова и снова и снова, но так как у нас память короткая в Кали-югу, я не хочу вам бросать столько много вызовов для запоминания. Однако, я хочу вернуться к тому моменту, что Киртана означает прославлять. Прославляли ли вы когда-нибудь кого-нибудь? Что вы делаете, когда вы прославляете кого-то? Вы приходите лично к нему или к ней, и вы сфокусируетесь на качествах человека. В Исконе иногда мы просто прославляем и прославляем, и человек, которого прославляют, я этого не делал. Они говорят о ком-то еще. Но это же Исконовское прославление. Они думают как лучше. Но правильное прославление означает, что человеку не стыдно было, когда вас прославляют, что вы связываетесь в своем сердце с качествами, которые у этого человека действительно есть. И Дживакам с вами сказал очень замечательным образом, почему Кришну нужно прославлять. Сначала он говорит, он такой смелый, храбрый. Вы знаете, когда Кришна присутствовал, огромные монстры приходили, подходили к нему, пытаясь ему навредить и даже убить Бриджа Баси. Но Кришна игриво и храбро всех победил. Он такой знающий. Кришна знает все. Он знает также вас сверху донизу. И он способен к самым удивительным действиям. Его лилы, игры, они очень замечательны. И четвертая вещь, за которую вы должны прославлять Кришну, он самый красивый. Кришна поставил сеть, установил сеть своей красотой, с помощью которой он ловит весь мир. В конце концов, мы все пойманы, когда мы видим неописуемую красоту. Достоевский, русский автор, говорит, красота спасет мир. Когда мы видим красоту, и красота Кришны – это что-то другое, иное. Настоящая красота – это то, что говорит наше Писание – это любовь. С помощью каких-то косметических операций может превратить свое лицо в какое-нибудь красивое. Я думаю, сейчас я сделал свое лицо более красивым. Но это не подходит. То, что подходит – это любовь в сердце. Где Кришна такой любящий, Он любящий Господь. Он олицетворение любовных отношений. Да. И Он хочет пойти в любовные отношения с каждым из душ, даже с теми, которые оставили Его, находятся в материальном мире. Так что Кришна прославляет за Его красоту, праам, разнание и все Его удивительные действия. Я хочу сейчас перейти к деталям. Как мы поем Киртан? Есть внешние. Внешние действия – вы берете короталы в руки, поете с помощью ваших голосовых связок. Танцуйте, как Йошода Дюлал. И вы поднимаете свои руки в воздух. Это очень важно, как поза предания себя. В конце концов, в конце вы предлагаете поклоны Кришне. Таковы вещи, которые внешним образом проявляются в вас. Но есть внутренние измерения также. Во-первых, Джива Госвами говорит, Киртан увеличивает славу божеств. Если вы берете увеличительное стекло и смотрите в увеличительное стекло, вещи становятся более ясными. Они становятся более видимыми. Также Киртан увеличивает ваши собственные качества. Может быть, у вас есть маленькая привязанность к Кришне. Может быть, вы даете маленькое время к Кришне. Когда вы поете Киртан, ваша привязанность к Кришне увеличивается. Обычно Киртан проводит больше времени, чем объявлено. Так что время увеличивается. Чтобы объяснить это более серьезно, в Киртане для вас становится ясно, более ясные качества Кришны. Но также наши хорошие качества максимизируются. Они выходят наружу. Они становятся видимыми. Я часто видел преданные, которые участвуют в Киртане. В конце Киртана они переходят на более духовную платформу, чем когда-либо ранее. Киртан описывается в Писаниях как совершенное средство. Слово, которое Чайтанья Махапрабху использует, это упая. И упая – это средство, с помощью которого то, что недостижимо, то, что оно находится на далеком расстоянии, становится доступным. Махапрабху своими словами говорит Рамананду Рови и Сварупа Дамодаре, «Пожалуйста, знай от меня, возьми от меня, что воспевая святых имен – это самый главный способ веке Калии. Просто воспевая, человек может освободиться от нежелательных привычек. Человек может пробудить свою дремлющую любовь к Кришне и начать поток любви». Мои дорогие Даял Гуранга, Яшу Дудулал и Мадангопал и все остальные – это движение для того, чтобы пробудить поток реки любви в вашем сердце. Пробудились ли вы или река все еще спит в вашем сердце? Это искренний вопрос. Я бы хотел достаточное внимание уделить этому вопросу. Есть книга, которая называется «Короткие истории мудрецов». И здесь мы найдем монаха, который живет в ашраме, и он идет к своему начальнику, к лидеру ашрама. Он говорит, «Говинда Свами, я знаю в точности, в чем смысл жизни. Я слышал много лекций об этом. Я знаю также, что Кришна хочет от меня. И я также знаю лучший способ служить Ему. И все же, даже несмотря на то, что я знаю все это, я не способен делать то, что я должен, чтобы служить Кришне. Разве это не относится ко всем нам? Между нашим знанием и опытом есть пропасть, такая же широкая, как отсюда до Аляски. Говинда Свами думает об этом. Это большой вопрос, как преодолеть эту пропасть между тем, что я знаю, что делать, и что я действительно делаю. Он долгое время молчит. Он молчал три часа. Потом он сказал, «Возвращайся завтра». Это очень важный вопрос. Когда монах на следующее утро вернулся к Говинда Свами, он говорит. Даже не надо без всяких предисловий. Сейчас слушайте внимательно. Есть город на другой стороне океана, но вы еще не нашли корабля и не поместили свои пожитки, чтобы пересечь этот океан в корабль. Зачем тогда говорить о городе с золотыми крышами? Смысл? Или как человек будет гулять по этим улицам? Недостаточно знать цель жизни для вас. Недостаточно для вас знать философию. Вам нужно более сосредоточиться на средствах, как достичь туда. Есть золотой город на другой стороне. Сейчас большинство слушателей нас слушают в Америке. Представьте себе, в Европе есть гора золота, и там написано «Яшода Дулал», ваше имя. Конечно, здорово знать об этой золотой горе. Но для вас более важно сейчас узнать, есть ли самолет, который может меня туда доставить, или я должен поплыть на корабле. Как туда попасть? Вот вопрос, который вам нужно задавать. И вы попадете туда с помощью средств упаи. упаи – это санскрецкое слово, которое приводит вас туда. В Бхагаватам есть прекрасный стих седьмой песни, в пятнадцатой главе, текст сорок второй, где говорится о идеальном средстве, чтобы привести обословленную душу через океан к его настоящему богатству. Стих говорит, я цитирую, «Ведическая мантра – это стрела, чистое живое существо – это лук, а цель – это верховное существо». Цель – это верховное существо. Да, вы, вас могут взять святое имя, которое является луком, и вас могут с помощью святого имени отпустить тетиву, и вы можете попасть в Кришни. Таков образ. Давайте немножко более внимательно посмотрим, когда мы начнем практиковать воспевание, как правильно воспевать. На этот пример из «лучника». Понимаете слово «лучник»? Это знание, как правильно использовать лук и стрелы. Что вам нужно сделать, если вы хотите попасть стрелой в цель? Вам нужно три вещи соединить вместе. Вам нужно настроить свое тело, чтобы взять правильный лук, потом натянуть тетиву. Затем вам нужно поместить ваш ум туда. Если у вас хороший длинный лук, и вы неосторожны с тетивой, она может высказать из вашей руки правой. Левая рука может полностью... Я однажды сделал так и попал в госпиталь. Так что в Нью-Йорке вам скажут, не нужно быть в спейс-ауте. Вам нужно сосредоточиться. И затем ваша воля должна быть. Эти хорошие луки, их сложно растянуть. Они очень жесткие. Так что воля должна быть сильной. И хорошим примером этого является тот, кто практикует стрельбу из лука – это Арджуна. Я думаю, все вы знаете, что он хотел стать лучшим лучником во всем мире. И Дроначария обещал ему дать такое благословение. Поэтому Арджуна понял – это возможно только просто с помощью практики, практики и практики. Когда вы смотрите на Арджуну, когда вы искали Арджуну в Гуркуле, вы могли бы его найти на практике с утра до вечера, только ночью он прекращал. Однажды ночью он вернулся домой, это было темно, в свою палатку, и начал есть при свете лампочки, которая питается маслом. И огромный шторм начался, и лампочка погасла. Арджуна был очень голодный, после целого дня на свежем воздухе. Он продолжал есть, и когда он ел, вошла мысль, пришла к нему мысль, минуточку, я же могу есть в темноте, это означает, я также могу упражняться в темноте. Затем Арджуна посвятил себя также практиковаться стрельбе из лука долгое время ночью. Мои дорогие преданные, могли мы, можем мы чему-то научиться из этого примера? Да, мы можем научиться всегда воспевать Святое Имя. Это главное, это значит, самый первый, главный наш метод в садане, который дается нашей традиции, чтобы достичь Кришны. Итак, пример, тело, ум и воля. Как вы можете это использовать в воспевании? С помощью вашего тела сядьте правильно, нужно спину держать прямой. Почему? Потому что тогда вы можете сидеть прямо. Кстати, мне нужно остановиться на минуточку и хочу поприветствовать двух очень важных наших зрителей, Горав Госвами и Кришна Мурари Госвами, которые смотрят из Нандаграма во Вриндаване. Добро пожаловать! Я думаю, вы очень сильно вдохновились этим изображением Вриндадеви. И молитесь ей, чтобы попасть в то место, где вы хотите быть в Бхакти. Итак, настройте свое тело. Это означает, сядьте прямо. Пусть энергия циркулирует. Очень хорошо. Затем произносите мантру, когда вы поете. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна. Должен быть хороший звук. Производите очень хороший звук. Давайте попрактикуемся все вместе. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Хари Хари. Дайаго Ранга, пожалуйста, двигайтесь своими губами. Рама, Рама, Хари, Хари. Очень хорошо. И затем вам нужно слушать вашими ушами. Пусть звук Святого Имени войдет через ваши уши. А что делать со своим умом? Вам нужно сфокусироваться. Ум обычно делает то, что мы называем многозадачностью. Там много проектов происходит. Поэтому большинство из людей сейчас никогда полностью не присутствует в том, что они делают. Ум отвлекается и на юг, и на запад, и на восток. Вам нужно научиться быть полностью присутствующим. Шрила Прабхапада обычно давал нам наставление. Просто слушайте свое искреннее воспевание. Вам нужно просто слушать и повторять. Повторяйте с помощью языка и слушайте звук. И все. Зачем думать об уме? Просто фокусируйтесь своим умом на одной вещи, чтобы воспевать и слушать искренне. Отлично. Сейчас мы постепенно перейдем к части практики. На самом деле мы уже практикуемся. Но воспевание есть внешнее измерение, где ваши губы двигаются. Вы используете инструменты музыкальные, свои голосовые связки. Иногда есть танцы. Может быть, слезы льются. Может быть, иногда ваш голос прерывается. И во время опыта Киртана вы также чувствуете, как мурашки бегают по вашей коже. Это происходит иногда даже с новичками. Это внешнее измерение. Но есть также внутреннее измерение сердца Киртана, которое является намного более важным. Внутреннее измерение в том, что вам нужно петь в определенном настроении и с определенным внутренним настроением. Нужно воспевать в смиренном состоянии ума. Мы много раз это слышали. Я знаю, в Америке... Америка — это дикий запад. Известно, как в Европе Америка так называется. И если мы заходим куда-нибудь в общественное место, нужно оставить свое ружье снаружи, чтобы там не было стрельбы. В Америке такие правила. Поэтому, когда вы заходите на Киртан, вам нужно оставить ваше оружие, ружье, ложное эго и все остальное снаружи, чтобы развить настроение спокойствия, смирение, состояние ума. Это очень-очень важно. Тот, кто поет Киртан, похож на Пуджари. Представьте себе Пуджари, который выходит из-за занавеси. Затем он начинает играть своим мышцами. Смотрите, я так накачался конкретно. Он может показать лодыжку, где у него новая татуировка. Мы подумаем, Господи, уберите его с алтаря. Этот дурачок думает, что он центр нашего внимания. Мы хотим, чтобы просто открыл занавеску, чтобы мы могли увидеть красоту Господа. Мы не хотим видеть этого Пуджари, который так сполон самолюбованием. Поэтому, если мы занимаемся поклонением, любым поклонением, вам не нужно стоять перед алтарем. Мы должны быть среди других певцов и петь о Кришне. Нужно убрать себя из центра. Чем больше вы берете себя из центра, тем лучше. И кого мы должны поместить в центр Кришну? Кого вы прославляете? Это очень важно. Тот, кто полон любования, самолюбования. Он тогда будет портить Киртану. Давайте уйдем из центра и поместим туда Кришну. Тринада Пи. Это даже более важно. Нужно войти в правильное настроение, где вы чувствуете, что О. Я разделен с Кришной. Я на самом деле в большой дилемме нахожусь. Мне нужно присутствие Кришны. Мое конституционное положение как души в том, что я вместе с Богом, с Кришной. Но где я сейчас? Я теперь с Нью-Йорком, с Москвой. Все это вокруг меня, скандал. Я вместе с различными планами своими. Я вместе со всеми теми вещами, которые я организовал в своей жизни. И сделал все сложнее намного, чем раньше. И эта идея, мне нужен только ты. Айнанатануджа Кинкарампатитамамам Вишамей Бавам Буддау. Так сказал Читания Махапрабху. Мой дорогой Господь, я упал в этот океан рождения и смерти. Пожалуйста, вытащи меня из этого океана и сделай меня частичкой пыли на твоих лотосных стопах. Это очень важно. Такое настроение, это внутреннее настроение очень важно. Если у вас нет этого внутреннего настроения, вы думаете на киртаны. Лучше я пойду и с друзьями поболтаю на киртаны. Если вы девушка, вы скажете, я пойду на киртан показать всем свое красивое сари. Оно с павлиним пером. Все узнают, все заметят. Или вы пойдете на киртан. У меня прекрасный масляный голос. Очень масляный, очень привлекательный. Нет. Искусство киртана в том, что вам нужно делать это для Кришны. Петь. В конце концов, если вы хотите, чтобы ваш киртан был успешным, вам нужно предаться полностью Кришне во время киртаны. Ваше пение должно быть преданным. Танец должен быть преданным. Игра на инструментах должна быть преданным. Ваши взгляды, ваш образ должен быть предан Кришне. Потому что в книге Шаранагати Махапрабху описывает только те молитвы той души, которые предаются Нанданандани Кришне, могут быть услышаны Господом и исполнены. Только те молитвы, которые преданы души, слышимы Господом. Другие молитвы не так сильно достигают сердца Господа. Это три внутренние измерения киртаны. Смиренное настроение, желание сильное и чувство преданности. Хочу сейчас использовать оставшееся время. Хочу использовать его для определенной практики. Мы разговаривали об испевании святого имени и дало нам какие-то понимания, но только с помощью практики вы можете получить что-то. Если вы хотите научиться чему-то новому, вам нужно услышать знания об этом. Лучше окружить себя людьми, которые знают об этом новом знании, но затем нужно практиковать новые навыки или тому, чему вы хотите научиться. Практика также вам поможет переварить то, что вы услышали. И поэтому сейчас я попрошу каждого очень искренне, где бы вы ни находились, что бы вы ни делали, кроме если вы сейчас за рулем, оставить все это в сторонку, отложить и дать себе, подарить себе подарок практики. Потому что тогда вы узнаете на более глубоком уровне, поймете это на более глубоком уровне, о чем мы сейчас говорим. Я бы хотел дать вам практику, которая будет также домашним заданием на следующую неделю. Это практика воспевать святое имя из священного пространства в сердце. Я взял эту практику у Шилы Бхакти Сиданда Сарасвати Такура, который представляет ее в читании Бхагаваты. Мои помощники поместят ее в наш зум-звонок. Вот что он говорит. Человек достигает совершенства в воспевании мантры. Когда человек сохраняет вибрирующий звук в своем сердце и контролирует материально привязанный ум. Что это означает? Вы помещаете свое внимание в воспевание. Вы помещаете ваш ум осознанно в свое сердце. И вы концентрируетесь на звуке там. И куда бы ум ни отвлекался на различные объекты и мысли, к которым он привязан, возвращайте его назад. Таков контроль ума. Контроль ума означает возвращать назад. Это даст вам много большого счастья. Так что я вас буду вести в этом занятии. Давайте начнем. Новый зритель к нам присоединился. Хари Прасад. Я попрошу вас сядьте прямо с прямой спиной. Сосредоточьтесь на мгновение. Будьте прямо здесь сейчас. Сосредоточьте свои мысли на настоящем моменте. Может, вы хотите почувствовать, как вы сидите. Ягодицы, которые касаются сидения, или спины, которые касаются спинки стула. Позвольте вашему уму успокоиться. Если у вас есть планы, или идеи, или беспокойства, мысли, пусть они уйдут. Сейчас ваше время с Кришной. Скажите себе, я сейчас буду петь для Кришны, чтобы Он слышал. Для тех, кто хочет, пожалуйста, сделайте несколько глубоких дыханий. Потому что дыхание всегда возвращает нас в настоящий момент. Теперь обратите внимание на самый глубокий участок вашего сердца. То сияющее пространство сердца. Иногда помогает представить, что ваше дыхание приходит в это сердце. Когда вы вдыхаете, энергия идет в ваше сердце. Радостное чувство возникает. И когда вы выдыхаете, вы расслабляетесь немного больше в этом пространстве. Скажите себе, в глубине вашего сердца, Кришна живет. Там и я, и Кришна. Вы можете помолиться Господу, мой дорогой Кришна. Хотя я забыл тебя столько много лет, настолько много лет в этом материальном мире. Сегодня я поворачиваюсь к тебе, обращаюсь к тебе. Я хочу предложить тебе воспевание, которое мы сейчас будем делать вместе для твоего удовольствия. Пожалуйста, прими меня. Пожалуйста, прими мое служение тебе. Теперь удерживайте звук, когда вы будете петь, вибрирующим в вашем сердце. Если ум отвлекается на другие объекты или мысли, мягко возвращайте его назад. Мы будем петь все вместе. Спасибо. Соответственно. Абоним. Абоним. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Hare, продолжайте повторять, пожалуйста, продолжайте повторять, не останавливайтесь. Когда Вы продолжаете повторять, пожалуйста, внимание направьте в сердце, пожалуйста. Когда вы продолжаете повторять, удерживайте звук в вашем сердце. Обращайтесь к Кришне и предлагайте Ему это воспевание для Его удовольствия, и вы вскоре услышите, увидите, как Бхакти восходит в вашем сердце. Продолжайте повторять, пожалуйста. Let's go on. Hare Krishna. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Поздравление. Вы здорово справились. Те, кого я видел, здорово повторяли. Вся идея в том, чтобы это та, которую мы научились на первом уроке, и мы применяли ее к воспеванию. Это означает, что мы осознанно обращаемся к Кришне, который недалеко. Он совсем близко. Он прямо в вашем сердце. Без его присутствия вы бы упали. И никакая машина для того, чтобы запустить ваше сердце, не вернет к вам вас к жизни. И вы делаете это как душа, а не как занятый мужчина или женщина в этом мире, а как чистая душа. Это поможет вам. Когда вы идете на Кирта, вы не просто заходите в комнату для Кирта на Мандави, как занятый человек. Вы приходите как тот, кто хочет связаться или обратиться к Кришне со всем сердцем. Тогда второй момент. Вы предлагаете ваше воспевание Кришне. И вы тогда находитесь в священном пространстве, и Господь немедленно отвечает. Мы, дорогие преданные друзья, скептики, я дал множество ретритов по всему миру. На самом деле, завтра мы начнем еще один онлайн ретрит, который называется «В сердце святого имени». Более продвинутое воспевание. Я сделал множество вещей, потому что это, я считаю, моим главным служением. Но этот простой факт обращения к Господу в пространстве сердца – это высший метод, это высшее искусство, высшее благо, получаемое. Когда вы делаете это, означает, когда вы, как душа, обращаетесь к Кришне в сердце, и затем предлагаете Ему это воспевание. И вы увидите немедленно, божественное взаимоотношение происходит. Спасибо за то, что участвовали. Сейчас я обращаюсь к нашему ведущему. У нас два ведущих здесь, которые дают нам, приносят нам такое счастье в наших сердцах, просто в виде их. Теперь мы хотим спросить Дайал Гурангу, есть ли вопросы. Если есть, пожалуйста, скажите. Спасибо за лекцию. Я узнал Вас по голосу. Спасибо. Задавайте вопросы. Нас всегда учили петь, как ребенок плачет о матери. Но когда я пою, мне нужно все сосредоточиться на фокусе. Кришна примет мои огромные усилия, фокусироваться на Его именах, как эмоцию. И является ли это правильной эмоцией, просто фокусировка? Спасибо. Хороший вопрос. Я попрошу повторить этот вопрос для тех, кто смотрит на Ютьюбе, поэтому я сам повторю его. Вопрос в том, что нас просят повторять с эмоциями, как Шила Прабхупада вдохновлял нас. Петь, как ребенок плачет о матери. Но все мои усилия, которые у меня есть, задействованы в фокусировке на Святом Имени. Кришна принимает ли эти усилия сфокусироваться как эмоцию? Во-первых, Кришна очень удовлетворен, если человек пытается изо всех сил в его служении. Однако вы должны знать, что Бхакти имеет две формы, не просто одну форму. Бхакти имеет форму чешта-рупа, когда вы прилагаете усилия, как в этом случае, вы пытаетесь сфокусироваться. И есть также бхава-рупа-бхакти. Это эмоции, это чувства. Как вы можете без усилий, потому что у вас нет пара, еще больше пара у вас нету, как вы можете без усилий успевать в этом настроении, где это будет непросто. Деятельность ума сфокусироваться и голосовых связок. Все зависло, все работает. Я вижу, что люди там зависли на компьютере. Сейчас, походу, все нормально восстановилось. То, что Шила Прабхупада давал наставление первым преданным, и вам тоже поможет, мне кажется. Мы нас всегда учили повторять перед божествами. Даже если у нас были, даже случаи были, я помню, был один мой духовный брат, пытался уйти из движения и перестать повторять. И Прабхупада, у него не было лучшей идеи, чем послать его перед божествами, где он должен был сесть и повторять перед божествами. И затем что-то придет. Если вы будете воспевать Кришне, если у вас перед глазами либо фото божества, что-то придет. Представьте, вы сидите перед человеком, и вы общаетесь с этим человеком. Через какое-то время что-то произойдет. На английском это называется рапор. Что-то произойдет между вами. Когда вы поете, обращаясь к Кришне, эмоции проявятся на сто процентов. Не беспокойтесь. Это будет без усилий. Они возникнут сами. Без усилий. Как чувство благодарности, например. Или чувство внутренней потребности. Ты нужен мне. Но вам нужно научиться петь Кришне. Освободите ваше воспевание от тирании количества. Я должен повторять столько-то кругов. Тогда у вас будут в голове одни цифры. Освободите ваше воспевание от чисел. Пойте для Кришны. Я не говорю о тех, кто дал обеты на инициации, чтобы повторять 16 кругов. Мы должны повторить 16 кругов, потому что это врата, обет, вы дали этот обет. Если вы будете нарушать это, что-то внутри вас тоже нарушится. Но вы должны воспевать не для того, чтобы закончить круги, а воспевать в отношениях. Пожалуйста, попытайтесь это. Я знаю, вы парамавайшнави, самая возвышенная ващнави. Это будет так происходить. Я уже читаю перед божествами. Тогда может поклонитесь сначала, чтобы как-то установить отношения. Также вы можете попытаться поместить звуковую вибрацию в сердце, где вы посвящаете себя Кришне. Это придет. Когда ум сфокусирован, это придет. Не беспокойтесь, не беспокойтесь. это настолько же сто процентов точно, как чувство сытости, когда вы едите. Но так как это очень важный вопрос, я посмотрю, есть ли другие вопросы. я могу представить, что все остальные вопросы тоже вокруг этого вопроса, так что я могу сказать немножко больше, отвечая на следующий вопрос. Из Канады одна Маташа спрашивает, как я могу предлагать молитвы Кришне, если они полностью преданы Ему? Сначала нужно правильно цитату произнести. Это цитата, которая из первой песни Шаранагати говорится, Кришна слушает только молитвы тех, которые практикуют шестиступенчатую форму предания. Там не говорится о достижении совершенства, там говорится о практике шестиступенчатую форму предания. Эта форма начинается со смирения. Когда вы практикуете Шаранагати или предания, вы начинаете сначала сзади. Вы практикуете с чувством преданности, смирения. Затем следующая практика это Кришна, преднадлежу тебе. Затем вы думаете о Кришне как тот, кто поддерживает мою жизнь. Он как милостивый арендатор. Я никогда не платил ему за воду в форме дождя. Я получаю все бесплатно. Воздух. Он мой тот, дает мне все. Следующая это он защищает меня. Затем практикуйтесь, делайте усилия, насколько вы можете, чтобы оставить ненужные вещи, которые вредны для бхакти, а практиковать наоборот те вещи, которые помогают вашей бхакти. Так что, если вы практикуетесь, все на этой стадии можно практиковать. Садхана означает практика. Мы же еще пока не достигли садхи, цели, любви к Богу. Но Кришна такой добрый, что даже если он видит мельчайшее кружечное усилие, обратиться к нему, он думает, что это что-то великое, почти как родители, которые радуются, когда они видят, как их маленькая девочка пытается сказать что-то, произнести что-то. О, она пытается, так здорово у нее получается. И затем родители обнимают маленькую дочку. Точно так же Кришна удовлетворен даже маленьким количеством обращения к Нему. Такова Его сострадательная природа. следующий вопрос Мы знаем стих, тринадапис Суничина с помощью смиренного сердца мы можем завоевать Кришну. Как стать смиренным? Есть какая-то практика или процесс? Есть Есть Да Когда вы практикуетесь смирение вы должны быть очень аккуратны чтобы пойти в правильном направлении перед калиткой смирения есть обходная дорога которые множество людей идут эта обходная дорога очень опасна это очень опасная дорога если вы не очень аккуратны вы можете пойти по этой дороге это дорога когда вы думаете о себе вы пытаетесь внешне высказывать полностью теряете уверенность в себе не можете сделать ничего не подумать ничего это психологическая форма смирения неправильного понимания вы с утра до вечера думаете о себе и своих ошибках и таким образом вы увеличиваетесь эти плохие качества у себя и это заставляет вас оставаться на месте и не двигаться вперед лучшая форма смирения в том что вы думаете больше о Кришне о его милости и вы думаете меньше о себе вы не думаете много о себе вы понимаете да я не такой квалифицированный но вы не увеличиваете не умножаете это безгранично потому что тогда вы просто находитесь под влиянием ложного эго смиренный человек будет знать да я тот кто я есть но он будет пытаться он будет делать изо всех сил пытаться таким образом он научится думать больше о Кришне чем о себе и то и другое думать о себе слишком хорошо и думать о себе слишком плохо это думать об одном и том же о себе о ложном себе о своем временном адаптированном себе о тех вещах которые не являются сущностью истиной смиренный человек понимает я упал в этот мир это сложная ситуация да но сейчас у меня есть удивительный шанс служить Кришне я маленький Кришна очень большой ему может сделать все что можно очень важно противном случае под именем смирения мы неправильно ведем людей которые чувствуют страдают от комплекса неполноценности следующая следующая Шри Радхака задает вопрос хочу задать вам вопрос какие мысли и эмоции правильны во время повторения Харе Кришна Мухаммандры иногда подходит ли думать об играх Кришны я знаю мы должны концентрироваться на звуке святого имени иногда я визуализирую игры чтобы полностью сконцентрироваться в своем уме какие правильные мысли и какие правильные эмоции должны быть спасибо огромное Шри Радхака за ваш вопрос я его повторю снова правильно ли для того чтобы пробудить эмоции думать об играх Кришны мы все знаем что мы должны фокусироваться на слушании мы слышали это много раз но мы же не хотим повторять механически в нашей круге так что правильно ли думать об играх Кришны какие правильные чувства в целом вот такой вот ответ я должен признаться что я изучал этот вопрос настолько глубоко насколько мог я видел множество указаний в писаниях Шилаправпады и тому и другому что нам нужно сфокусироваться на слушании но мы также должны думать о Кришне на самом деле он говорит что когда вы правильно повторяете мысли о Кришне автоматически возникают в вашем сердце это естественно приведу пример если я использую пример человека которого мы все знаем не хочу сейчас никого смущать подумаем о каком-нибудь человеке хорошем подходящем давайте Шилаправпад когда мы говорим поем его имя что произойдет мы начнем думать о человеке чье имя мы поем если это не происходит для нас тогда мы должны увидеть что неправильно функционирует наш ум может быть когда я говорю о ком-то то я сразу представляю этого человека это так же происходит когда вы поете образ Кришны приходит в ваш ум естественным образом я думаю так как это естественным образом происходит обычно не нужно больше это обсуждать о чем нужно поговорить если вы хотите насильно войти в памятование Игорь Кришны с усилием это сделать или вы хотите сделать это когда как если бы вы почти входили в внутренний спазм когда вы входите в ваше воспевание применяя огромные ментальные усилия в вашу практику но это естественно когда вы начнете внимательно иногда вспоминать какие-то вещи потому что ум к несчастью так наполнен ответственностями которые мы делаем во время нашего дня я рекомендую чтобы вы читали подходящие книги перед воспеванием или немного делая перерыв в воспевании и тогда вы можете вспоминать о Кришне я всегда думаю о сострадательной природе Кришны если вы хотите естественно вспоминать о Кришне вы должны читать о нем из Шримад Бхагават и тогда это будет приходить единственная причина по которой я могу представить почему человек не вспоминает о Кришне когда он повторяет это потому что он не читает о нем достаточно после сказав это я хочу сказать то что в Исконе говорят часто то что мы не должны думать о очень сокровенных играх Радхи и Кришны потому что наш ум не такой чистый и вдруг у него появится вспоминание о каких-то интимных отношениях в современном мире это то что нам не нужно делать это немножко оскорбительно кратхи Кришны но то что мы хотим сделать это естественное памятование о Кришне должно приходить когда мы слушаем достаточно или читаем достаточно о Кришне и таким образом когда мы слушаем имя естественным образом мы вспоминаем о Кришне точно так же как мы слушаем имя Прабхупады мы вспоминаем Прабхупады Все, кто слушает об этом, должны быть очень аккуратны, что в процессе преданного служения мы не позволяем нашим сердцам схлопываться, сужаться. И мы не позволяем нашим себе войти. Мы должны всегда помнить, что это преданное служение, преданное служение. Преданность означает эмоция. Давайте не отрезать куски от нашей практики, и давайте не будем забывать, что у нас еще и бхакти есть. Давайте не помнить только миссионерскую часть служения, которое нужно сделать. Но давайте делать это с преданностью. Когда человек приходит к другу, это последнее, что я скажу. Когда человек спрашивает друга, дайте мне стакан воды. Я такую жажду испытываю. И друг говорит, иди на кухню, сам все набери. Тогда нет никакой дружбы. Это не дружеское поведение. Прабхупада всегда хотел понимать, что бхакти, хотел быть уверен, что бхакти, это не бхакти всегда сопровождает служение. Потому что это не бхакти. Я часто был у Яшода Дулала дома в прошлом. Если я скажу, Яшода Дулал, я что-то проголодался, и Яшода Дулал скажет мне, иди в магазин, сам сходи, поешь. И я подумал, подумаю, они меня больше не любят. Потому что нельзя говорить о дружбе без служения. Поэтому точно так же бхакти не существует без служения. И Гаруда Пурана очень здорово говорит об этом, что бхакти означает служить с любовью. Так что нельзя отрубать служение. Так же нельзя отрезать любовь и преданность. Все это должно быть в одном. Так что воспевать с преданностью в ваши круги, как преданное служение. Это хорошо думать о Кришне. Хорошие эмоции по отношению к Кришне – это всегда благодарность. Благодарность заставляет сердце бежать к возлюбленному Господу. Хорошо. Сейчас мы заканчиваем. Здесь множество других вещей. Спасибо огромное. Если еще есть вопросы, которые я не могу ответить, простите, пожалуйста. Сейчас я обращусь к нашим ведущим. Спасибо за то, что были с нами здесь. Пожалуйста, возвращайтесь на следующее занятие, которое будет очень здоровским. Давайте оставаться до конца семинара. Продолжение следует...